Есть еще такое понятие эмпатия и симпатия. То есть эмпатия это когда вы человеку сопереживаете, сочувствуете. Например, он пришел с какой-то проблемой, не знаю, у него там испортился матрас, сломалась кровать или еще что-то, как это проблема с техникой, и вы можете ему сочувствовать. Либо когда клиент что-то говорит, да, многие менеджеры, они не понимают разницу между эмпатией и симпатией. И поэтому они не могут ничего продать, либо, например, они очень сильно жалеют клиента, в том плане, что да, бедный, ну такая вот история, он еще может вам рассказать, что у него кризис, там детям нечего есть, еще что-то. В таком плане вы наоборот можете сказать, да, вас понимаю, конечно, это сложность, и я бы всегда задумался, стоит ли там тратить деньги. Но знаете, как я понимаю, все настроения, я трачу еще больше. То есть, если клиент переключить его с негатива на позитив, что он купит себе новый телефон, заменит на более новые там комфортные матрасы и будет лучше высыпаться, то есть он купит что-то лучшее взамен этого, то тогда и вы ему дадите преимущество, и у вас будет хороший с ним контакт. Еще очень важно прислушиваться к идеям и к словам клиента, и не выставлять их дураками. То есть часто бывает такое, если вы продаете какой-то специфичный товар, или у менеджеров, у специалистов бывает свой жаргон, то тогда вы можете просто с клиентом не найти общий язык. Если к вам клиент приходит и говорит, мне надо купить там память, чтобы у меня, не знаю, там записалось 10 фильмов, например, вы можете, конечно, человеку объяснить, что там есть флешки, есть там жесткие диски, да, или там SSD диски съемные там и так далее. Но в самом деле, если вы просто понимаете, что клиент говорит, что ему надо, ну, какими-то непонятными словами, вы просто уже понимаете, что ему нужно, вы ему можете это показать, донести ценность, чтобы он это уже купил, и в конце просто объяснить, смотрите, вот это вот не так называется, а вот так. И все. То есть, например, я думаю, во всех сферах есть такие примеры, когда клиент что-то говорит неправильно, просто суть доносит другими словами. И вот как раз экспертность менеджера, чтобы не принижать клиента, а понять, что он хочет, потом продать ему это, закрыть сделку и в конце уже объяснить, что, смотрите, вот это вот так называется, а это вот так, чтобы клиент не чувствовал себя дураком до продажи. Ну и вы будете красавчиком.